И я бы хотел дать слово нашему партнеру Ирине Бракетову. Ирине Бракетову. Добрый день, дорогие партнеры. И у меня просто тема, как не приглашать людей в проект. Вы не ослышались, вообще любой сетевой бизнес, как я не приглашаю людей в проект. И я хочу с вами об этом поделиться. У меня потом будет стульчик. Когда я использую метод стула. У меня он работает, судя по моему опыту. Многие партнеры зовут людей и говорят. Знаешь, так вот притягиваю. Знаешь, у нас такой замечательный проект. У нас тут так супер, так классно. Давай, приходи. Что происходит? Человек от вас отталкивается. То есть вы его притягиваете, а он от вас отталкивается. Я так говорю. Иди, заведи себе будильник, чтобы ты не дай бог, что-то стоящее. То есть если человек отталкивает его, он обратно к вам притягивается. Это называется метод стула. И я методом проб и ошибок долго разрабатывала методику приглашения-преглашения. Работаю в основном я онлайн. Может быть, в оффлайне тоже работает методика. Я слышала такие истории, когда люди подходили к таксистам и предлагали им свои проекты зарегистрироваться. И якобы люди толком регистрировались. Ну, это просто я слышала об этом. Когда мне делают массаж, либо я иду на ногти, а еще куда-то спрашиваю, зачем я занимаюсь. Либо мы там можем идем на день рождения, и меня никто не понимает. То есть как у моей подруги мама рассказывала, ну вот я посадила петрушку, я ее взорвала, я отнесла на рынок, я ее продала, получила деньги. Как ты зарабатываешь? Начинаешь объяснять, люди не понимают. Ну вот, кстати, Светлана Коннор, когда я увидела кружочек, она там едет в маршрутке, я уже вот там-то-там-то тут, я сразу вижу, наш человек, ну то есть сетевики и сетевиков понимают. И когда собака, например, приходит, ставит вам лаку на грудь, грязную лаку. Это вот то же самое, как люди приходят и зовут в проект, как вот собака грязная лака. А кошка в этом углу сидит, и хочется подойти ее побладить. И вот я тоже хочу быть такой кошкой, которые люди будут сами подходить и спрашивать. Ира, расскажи, чем ты занимаешься? И это, конечно же, раскрутка соцсетей. Мне нужна моя доска и бумага. Скорее всего, у каждого из нас есть профили социальных сетей. И рассмотрим не поздравили с ним. Это профиль фонда. Первым делом ваше лицо – это ваша лакара. Не где-нибудь там вы сидите, а либье кушайте. А это должен быть авазар. Желательно на однотонном фоне, не где-нибудь там на цветастых окоях. Я, конечно, и такой-то на голубом, но вот зеленый он как-то в глаза бросается. Пройдите фотосессию. Вообще советую проходить фотосессию один раз в полгода, потому что мы меняемся. Где-то морщинки, может, там, косметику. Он, в общем, профессионал вам все это сделает. А вот так – это ваше лицо. Дальше. Сторис. Сторисы, для тех, кто не знает, это либо сприншоты, либо фотографии, либо видео до 15 секунд. Желательно их снимать вот так, вертикально. Кстати, дочка меня научила. Раньше я снимала вот так. Когда вы вот так вот ставите смартфон, ваши недостатки, если у вас объединены подбородок и еще что-то. В общем, вот так вот лучше снимать. Тогда вы им более симпатичнее. Проснулись, например, утром, вот как я делаю, я проснулась утром, ну, без косметики, в кровати. Я просто беру Инстаграм, у меня там есть маски. Там уже и макияж готовый, и, ну, где-нибудь, там, пальмочки, либо в кафе. И начинаю снимать сторис. Я не говорю про бизнес каждый раз, в каждой сторис. Я в проекте. Я занимаюсь сетевым бизнесом. Нет. Я, например, я проснулась. Вот мы поехали в Анапу. Я нахожусь сейчас в Анапе. Сейчас мы пойдем кушать. Приходим в столовую. Вот у меня, например, я заказала то-то, то-то. Люди это смотрят. Людям интересно наблюдать за другими людьми. Что вы кушаете? Куда вы ходите? Потом где-то раз в два дня я, как бы, между прочим, запускаю какой-нибудь скриншот. Зарегистрировался ко мне партнер в статус 7.0, оплатил первый уровень, я делаю скриншот и выставляю это в сторис. То есть среди моих, там, оливьешек, кафешек, куда я пошла, что я приготовила, какие-то лаймхаки рассказываю, и там проведу скриншот. И человек уже что сделает? Какой-то процент из ста процентов пойдет на мою страницу и посмотрит, чем я занимаюсь. А у меня стоит в закрепленной записи то, что я хочу, чтобы человек прочитал. Так работают сторисы. Сторисы у нас работают в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке. У нее много функций, там, и поздравления, и лайки, и так далее. Я пользуюсь одной функцией. Она дублирует мои сторисы из Инстаграма в ВК. То есть вот эту рутинную работу, я записываю в сторис, примерно 35-40 историй каждый день. И чтобы эти 35-40 историй по 15 секунд не загружать в ВК, это меня делает эта программа за 240 рублей в месяц. помогает. Ну, если вы на полгода оплачиваете, это дешевле. Дальше, это посты. Посты мы пишем. Раньше я писала все вот так вот. Слитно. Потом я обучалась. Там 2-3 строчки, пробел, следующие 2-3 строчки, и посты пишем уникальные. Не где-то скопировали, вставили, а придумывайте от себя уникальный текст, потому что в ВК есть умная лента, и она будет выдавать вашим друзьям ваш пост. Если вы где-то скопируете, вставите, вот как раньше была такая программа, не помню, в общем, пост удалялся и заново писался. Удалялся, писался. Я думала, ну, это выскакивает у моих друзей. И там каждый час можно было запускать, либо каждые 2 часа. Но сейчас это не работает, я это уже в прошлом. Пишу уникальные посты, либо какие-нибудь смайлики делаю. Там я еду на море, смайлик. Либо море, либо зонтик, либо пальмочка. И обязательно хэштеги. Хэштеги у нас это ключевые слова. Поставьте пробел. Если это два слова, например, заработок в сети, то вы пишите слитно. Заработок в сети. Все одним словом. То есть, если в ленте где-то проскочил, человек нажмет, и ваш пост найдется среди остальных. Если это касается системного бизнеса, значит, напишем доход, заработок, как стать миллионером и так далее. И обязательно придумайте свой хэштег. У меня хэштег команда Агапова. То есть, раньше у меня фамилия была Агаповой. Агапова как у меня? И придумайте свой хэштег. О чем писать простым? Не надо писать постоянно на бизнесе пишем мы. Я сегодня встала, я хочу сходить туда-то, туда-то. Вообще о чем угодно. Либо даю какие-нибудь советы. Например, я покупаю по поводу стиральной машины что-нибудь. люди любят, когда им совет дают. Или посудомоечную машину я там кладу то-то и то-то. Люди это читают. Это же посудомоечная машина. Ну, в общем, все, что угодно. И раз в три дня примерно я пишу пост по бизнесу. То есть, люди читают не по бизнесу, про посудомоечную машину им интересно, а потом я их вовлекаю, и они заходят на мой страниц и смотрят мой подкрепленный пост. Так работает методика приглашения. Дальше. Обязательно надо проводить трансляции. Вот сейчас, когда выступал Александр Блинов, я запустила трансляцию ВК. У нас ВК лайф его выскачиваете приложение. Тогда надо смотреть не только ваши друзья, а просто случайная трансляция. Человек смотрит что-нибудь и случайная трансляция, которая идет на данный момент, она тоже выдается. и второй способ это когда идет оповещение вашим друзьям. То есть через сторис. Вы заходите в сторис и там слева есть кнопочка прямой эфир. То есть двумя способами можно проводить трансляцию. Это бесплатно. И всем вашим друзьям идет оповещение, что вы начали трансляцию. Обязательно называйте ее как-то. Можно картинку поставить хэштеги. следующая сеть у нас Инстаграм. А можно стереть чем-нибудь? Сейчас пока место есть? Есть? Обычно разрухаю лучше. Вот так. В Инстаграме люди у нас любят в общем Инстаграм такая сеть когда там скриншоты выплаты они не приветствуются. В Инстаграме приветствуются красивые обработанные фотографии которые привлекают внимание. Есть несколько приложений для обработки формы. И надо написать какой-нибудь длинный уникальный текст чтобы он цеплялся. Сейчас ну также сторис и сейчас появились в Инстаграме видео может вы заметили так же как в Тикторе можно листать пока загружается ваше видео можно листать и они выдаются как рекомендуемые если это видео набрало много лайков то они как рекомендуемые рекомендуется вот я еще не поняла вашим друзьям либо вообще которые просто выходят рекомендуется абсолютно всем называется по-моему Reels следующая сеть у нас Facebook сеть Facebook в этой соцсети в основном иностранцы ну конечно русская аудитория тоже присутствует но ко мне просится иностранцы советую особенно женщинам сразу отключать чат потому что вам будут названивать вам будут присылать различные непристойности смайлики и так далее то есть работать не дают как только я захожу в Facebook сразу начинаются звонки я просто отключила чат и веду там свою деятельность когда кстати в Facebook у меня дублируются из WhatsApp может быть вы видели в WhatsApp есть такой статус это тоже Stories я так же загружаю туда не постоянно записывая вот я в Instagram сняла историю она у меня сохраняется в телефоне я эту же историю беру загружаю в WhatsApp и там есть такая кнопочка поделиться в Facebook их можно связать в WhatsApp и Facebook я делюсь и у меня идет Stories в Facebook то есть я ее специально не загружаю просто поделюсь в WhatsApp и Facebook также это посты такие же как я рассказывала про ВК и Facebook и есть публичная страница там можно закрепить вашу запись если на вашей личной странице в Facebook нельзя закрепить запись то в публичке можно закрепить запись она будет постоянно наверху например пост по проекту статус 7.0 и и и и делиться на своей странице ваши друзья также это видят чем больше постов вы пишете тем больше людей к вам спать есть на видео с мужских страниц засып иностранцы И человек по 20, по 30, я их добавляю, просто добавляю. Раньше у нас робот такой был, который добавлял друзей по 100, по 150, но блокировала 5000 подписчиков, уже никто туда не пишет, никто не реагирует на новые. У меня вот недели три выставляешь фотографию по 70, по 80 мая. И на публичной странице, если человек поставил лайк, это считается, что он уже подписался на вашу страницу. И так же создаете группы и набиваете их друзьями. Для ВК я использую приложение ВК Rotation, Top Leaders наш старенький, Best Leaders и Leader PR. Везде я покупаю VIP-статусы, 10 долларов в месяц стоит, и сама эту дружбу не даю, только принимаю. И вот таким образом за несколько лет я раскрутила две свои страницы, на одной у меня 52 тысячи подписчиков, которые видят мои посты и сторис, на второй у меня 30 тысяч подписчиков. Если у вас нет канала YouTube, то вам придется тратить много денег на рекламу. Если вы снимаете видео, оно работает на вас 24 часа в сутки. Свой канал надо раскручивать. Часто я прибегаю к сервисам, чтобы люди подписывались, чтобы они ставили лайки на видео и заказываю живые просмотры. Живые просмотры примерно тысячи просмотров стоят 60 рублей. За это людям Мазиры совплатят денежку. 6 копеек, 10 копеек. И они на мое видео смотрят от 20 до 30 секунд. Можно там и минуту смотреть, другие тарифы уже. Очень многие комплексуют, что соседка увидит или сосед увидит меня на видео, начнет обсуждать. Вот поначалу, может быть, я тоже как-то комплексовала, что меня увидят. А потом, когда пошли первые деньги, мне стало абсолютно все равно на чужие мнения. Пусть смотрят. Сначала люди на вас смотрят, потом вруют их по пальцам, куда ты влезла. Это же пирамида лохотрон. Потом, когда видят первые доходы, родственники мои также реагировали. А потом, когда увидели, что я купила первую квартиру, затем другую, стали интересоваться, обалдевать. О, значит, это все работает, все-таки не пирамида, мы злые, не правы. То есть, прийти как там. Вы знаете, в проекте не вывели их на свой кошелек, вы увидели, что это все работает. Поэтому, чтобы вам не говорили, что это лохотрон никого не слушает. Вот я вчера мужу рассказываю, в Анапе с дочкой пили пас. Мужчина подходит, говорит, это старолинский пас. Продавщица говорит, нет. А, ну, значит, стигня. Откуда ты знаешь, что у вас плохой, если ты его не пробовал? Так же, если ты не знаешь, как работает проект, то как ты можешь говорить о том, что проект это лохотрон? Вот такие люди меня удивляют. Также можно вести трансляции через OBS, когда вы есть платная версия, есть бесплатная, когда ваша трансляция, вы можете себя снимать и демонстрацию экрана, но это за компьютером. И ваша трансляция идет сразу и в Facebook, и в YouTube, и в ВК. То есть три соцсети сразу охватываете. И даже можете еще вашу группу в ВК. По-моему, под 10 тысяч подписчиков в YouTube доступна такая функция, называется сюжеты. Это тоже как stories. Но доступна она не всем. Вот не помню. Открылась она мне, по-моему, когда у меня было 10 тысяч подписчиков. И так же я загружаю туда те же самые stories, и люди это смотрят. И подписываются на мой YouTube канал. И со смартфоном, я бы не хотела добавить, со смартфона, когда вы заходите в YouTube, там можно опубликовать записи. То есть это тоже самое в воздухе. Вы пишите что-нибудь, хотите о бизнесе, хотите не о бизнесе. То есть чередуйте. Больше о своей жизни, больше лайфхаков, больше опросов, каких-то вирусных фотографий. Я вот когда уезжала, пальмачки свою фотографию поставила, и опросов, куда мы едем. И вариант от этого. Абхазия, Анапа, Эль-Инджит, люди начали голосовать. А люди голосуют, лайкают, это отображается у друзей в ленте. Если человек пишет комментарии, этот комментарий отображается еще у друзей. В общем, вирусные опросы, они летят. И вот таким образом работает методика «Приглашание приглашает». Например, я в Ютубе выставила видео «Как я каталась в горке». Человеку это понравилось. А Ютуб работает как «Человек смотрит одно видео, а сбоку идет строка «Рекомендуемые мои видео уже по бизнесу». И вот так вот человеку пытаясь о себя продвигать как личности, то люди пойдут за вами просто полками. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.